Генеральный план города. Такова очередная тема программы «В контексте». У нас в студии член Союза архитекторов Севастополя Наталья Безнос. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Что при пересмотре генплана не стоит менять? Что должно оставаться постоянно стабильным? Какие аспекты? Ну, очень много, кстати говоря, особенно относящихся к нашему городу, потому что у нас четкие определенные границы есть генплана, и они уже не меняются, мы их можем поменять только за счет Бахчисарайского района, но такого распоряжения не было. Ну, и, конечно же, земля остается, ландшафт, рельеф и история. И вот, пожалуй, именно рельеф и история, ну, история, я попозже чуть скажу, рельеф, он как раз больше всего и формирует индивидуальный облик каждого города. У каждого города свой ландшафт, и этот ландшафт всегда учитывается, потому что нельзя же планировать города без учета ландшафта. Это просто нереально. Да, к тому же еще мы же проектируем не на чистом месте, у нас практически сейчас вся земля занята, ну, неважно под что, там виноградники, леса, поля, там какие-то охранные зоны. Поэтому мы должны учитывать уже предыдущую планировку, и это тоже ограничивает. Поэтому мы и настаивали так вот именно на том, что нужен не новый генплан, а корректировка старого, потому что все равно, что бы ни было сделано, в результате это будет корректировка генплана, потому что ландшафт и история у нас остается. История тоже очень важна, но я имею в виду историю, это и существующая планировка, и та эмоциональная насыщенность территории, которая нам досталась в наследство. И все это образовывает, дает вот какой-то индивидуальный облик каждому городу. И опять же, у нас город растянут намного, у нас разные климатические условия даже в городе, разные морфологические и прочее. И это тоже, каждый кусок требует своего подхода, и в то же время они остаются, ну, если это вот леса, там, например, охранная зона, мы же не можем это изменить, это надо сохранять. Ландшафтные какие-то заповедники надо сохранять. Исторический херсонельский заповедник. Все это сохраняется, и как бы кто бы ни проектировал, это все останется незыблемым. И для этого, вот чтобы изучить весь ландшафт, делается такая визуально-ландшафтная схема, которая будет совершенно разрабатываться, на основе которой и будет ложиться, собственно, генплан. И у нас это особо важно, потому что у нас сейчас, к сожалению, многие балки застроены. А балка это очень важно, потому что балки, которые идут от моря, они дают, во-первых, аэрация воздуха идет морского, а с другой стороны, это даже вот уменьшается эрозия почвы, если вот хорошо используют балки. И вот у нас некоторые балки уже застроены, ну, например, вдоль улицы Руднева, там вот эта балка карантинная, застраивается высотными домами, это совершенно недопустимо, таких вещей нельзя делать. Балки могут быть, там может быть какая-нибудь, ну, малоэтажная застройка еще допустима, там, дачные, даже гаражи, там, с каким-то озеленением, это возможно. Исключаю высотные, исключаю высотные. Да, чтобы, да, не мешало аэрации воздуха. И мы должны это использовать, потому что вот у нас, вот когда приезжают, вот сейчас вот, когда были эти игры, приезжают новые команды, они вообще, конечно, поражаются богатством. То есть у нас вот то, на чем основан город, ландшафт и история, у нас и то, и другое настолько богаты, что, кажется, ну, возможности неограничены, да. Но когда начинаешь уже работать, ограничений оказывается очень много. То есть из-за богатства этого ландшафта, из-за истории у нас и много ограничений, как исторических, так и ландшафтных. Надо сказать, что вообще-то охранные зоны – это уже новейшее изобретение. До 20-го года такого понятия в мире вообще не было. Ну, взять даже тот же Колизей. Его еще до недавнего времени, еще в начале 20-х разбирали на камни. Это не считалось памятником. А мы сейчас охраняем, да не то, что там какие-то Колизеи, мы охраняем даже исторические ландшафты. Вот у нас сейчас вот тема идет, мы защищаем Федюхины высоты. Да, кстати. Потому что это действительно, это исторический ландшафт, и такие кусочки земли обязательно нужно оставлять. Ну и по этим вот, по видовому каналу должны были оставлены какие-то видовые каналы, где, чтобы должны быть продухи и к морю, и вид, и на море, и на высоты. Кстати, вот в царские времена там же улицы планировались, насколько я помню, с определенными видами, как раз, допустим, на собор, на какой-то парк, на какие-то зеленые зоны. Да, это всегда так делалось, и в принципе, ну так и улица должна быть на что-то ориентирована, на какую-то доминанту, или на море, потому что у нас самый ценный элемент ландшафта, это все-таки море. И поэтому, где это возможно, везде надо это делать. К сожалению, у нас уже многое сейчас застроено, но еще что-то еще осталось, и где-то это вот надо подправлять. И именно вот этот вот визуально-ланшафтный анализ, который теперь необходим для вот этого, вот то, чего не было у нас сделано в старом генплане, вот если говорить, то вот он, если он будет сделан достойно, то вот это вот все постепенно можно будет восстановить. А то, что сейчас застроили, вот я, например, всегда говорила, это можно даже, мы не можем все взрывать и сносить, а просто обозначить их как диссонирующую застройку. Возможно, со временем мы сможем это подправить. Как-то вписать. Нет, не вписать, а, возможно, убрать мы сможем. Вписать вряд ли. Есть некоторые вещи, можно писать, а некоторые просто невозможно. Ну, нереально, просто они настолько как бы выпадают из общего ряда, что, извините, никуда не годится. Каковы выводы после изучения модели пространственного развития Севастополя? Ну, вот и выводы-то вот такие, я опять возвращаюсь к тому, что так как у нас столько ограничений, и несмотря на то, что настолько богатое, вот именно богатство, наверное, и рождает такое, количество ограничений, как исторических, так и ландшафтных, что надо действительно делать корректировку генплана. Или вот как мы это называли, у нас была передача, здесь докладывал на эту тему Сергей Григорьевич Пушкарев, кандидат архитектуры. Вот он сам москвич, ну, 40 лет уже, ну, хорошо знает город, 40 лет сюда ездит, и мы с ним разрабатывали эту тему. Он хорошо тогда подробно докладывал, поэтому я сейчас не буду говорить. Вот он это назвал основные положения генерального плана, что достаточно сделать корректировку, вот назвать это основными положениями. Потому что, как я уже сказала, каркас города, ну, у нас есть, например, то, что было еще заложено вот сейчас, вот даже по этой игре, ни у кого это не вызывало сомнения, была такая серединная магистраль широтная, которая была заложена еще в генплане 83-го года. Она до сих пор не осуществлена. И вот если бы ее построили, ну, с другой стороны, если бы ее построили, то сейчас бы уже Красная Горка была застроена. А Красная Горка у нас осталась резервной территорией, потому что туда нет ни дорог, ни коммуникаций никаких, и это очень дорого провести. И вот несмотря на то, что это дорого, вот эта дорога сейчас нам крайне необходима. Вот представьте, а я думаю, так ее нужно вообще планировать как скоростную дорогу. И вот от Казачки, например, до самого, до Андреевки, если это будет скоростная дорога, можно будет домчаться за полчаса. Ну, представьте себе, какая это коммуникация. И это можно делать уже сегодня, не дожидаясь, потому что это вот дорога. И у нас в городе очень много вот таких вот мест, как эта дорога. Ну, я не буду все перечислять, потому что это надо бы по карте. То, что нужно разрабатывать уже сегодня, уже сегодня надо этим работать. И вот тогда мы и докладывали, что надо сделать, разработать схемы основных положений генерального плана, разбить город вот на такие куски, на отдельные задания. Ну, вот если, например, по этому, то, что вот Чалой предлагал, это вот агентство стратегического развития, по их вот экономическому развитию, они хотят новый центр, пожалуйста, можно объявить конкурс. И этот кусок, но новый центр на том месте, где они хотят, невозможен без этой дороги. Можно разрабатывать это уже сейчас. То есть это тоже не вызывает никого... То есть в комплексе проектировать. Ну, это так. Я просто говорю, что опираться все-таки надо вот на старый генплан. Ведь даже то, что они предложили, там все равно какие-то изменения будут. И я уже не один раз говорила, что все равно какие-то 3-5 лет жизнь вносит свои изменения, и корректировка генплана, она все равно требуется, она необходима. И вот этим и надо заниматься. Более того, даже сделав генплан каждые 3-5 лет, надо постоянно... То есть работа над генпланом, так же, как и работа над охранными зонами, это задача перманентная. Вот чуть упустишь, и уже туда кто-то влезет и что-то сделает. К сожалению, вот такова жизнь. Это динамика, на самом деле. Но вот таких вот отдельные куски, которые... Ну, вот магистраль, это, наверное, сейчас самое основное, что можно было бы сейчас уже заниматься. Ну, также развитием центра, вот если, конечно, военные нам отдадут вот эти два завода, 54-й, 24-й. И вот отдельное развитие этих технопарков. Потому что, в принципе, почему еще генплан сейчас, вот как говорят о новом генплане, на самом деле, в любом случае, вот из-за этих обвинчений это будет только корректировка. Просто если назвать корректировку, это будет стоить, ну, как минимум, в три раза дешевле и быстрее в три раза дешевле. Но любой генплан, он ложится все-таки на экономическую основу, не наоборот. То есть не от генплана отходит экономика, а именно экономика. Поэтому в любом случае, разрабатывая, будет, генплан будет ориентироваться на данную, вот, ну, в данном случае агентством экономику. Другое дело, там уже можно делать какие-то варианты, так или по-другому, это уже другой разговор. Кстати, по каким критериям оценивается эффективность генплана? Вот это, знаете, очень такой сложный вопрос, потому что точных критериев, вот таких вот определенных, нет. Любая оценка генерального эффективности решения генерального плана будет очень ориентировочная такая, приблизительная. То есть условно? Ну, можно и так сказать, условно. Даже, вот представьте себе, что даже со временем, вот если там, допустим, какой-то идеальный город, все люди живут, но ведь никто не может сказать точно, что, а если бы он был спланирован в другую сторону, было бы жить хуже или лучше, никто этого не может сказать, потому что есть только опыт одного решения. То есть это даже на будущее нельзя сказать. Очень много разных критериев, из которых составляется. Но, пожалуй, единственный, который может более точно сказать, это благополучие граждан, как это ни странно. Это вот здоровье духовное и телесное граждан. Потому что это здоровье, если чистый город, если в городе есть жилье, если у всех есть работа, если все, если есть, знаете, есть у Платона такая фраза, сейчас я, может быть, не вспомню ее точно, он сказал, что нет более верного признака дурного устройства города, чем наличие в нем, большого наличия в нем врачей и юристов. То есть если перевести на современный язык, если люди болеют и ссорятся, постоянно судятся, то город плохой. Вот поэтому, если все в городе устроено нормально, вот это, пожалуй, единственный критерий, именно благополучие, вот одним словом, если назвать, благополучие граждан. Это, наверное, самый верный критерий правильных градостроительных решений. Кто может сегодня повлиять на принятие градостроительных решений? А вот на градостроительные, вот как раз, опять же, возвращаемся к фразе Платона, именно руководство города принимает решения. У нас там, знаете, как любят во всем обвинять стрелочника, да, архитекторы могут ошибаться, могут сделать проект один, другой, но подписывает и принимает решения всегда руководство, всегда. Поэтому и успех, и неудача архитектурных решений все-таки в большей степени лежит на руководстве. А в данном, у нас сейчас, вот в нашем городе, к сожалению, вот сейчас вот переизбрали, у нас градостроительный совет, у нас, по сути, нет градостроительного совета. То, что там избрали, вот при моем великом уважении ко всем членам этого нового градостроительного совета, это не градостроительный совет, он может назваться общественный, как угодно, но как может быть градостроительный совет без единого градостроителя? Там есть три архитектора, но никто из них, ну, даже дело не в этом, пусть архитекторы тоже, ну, даже вот взять Шефер Адольфович, он опытный архитектор, его можно назвать... И там всего три архитектора. А градостроительный совет, это, вот даже они приняли сначала постановление, что такое градостроительный совет. Это профессиональный совет, он ничего не решает, он дает советы главному архитектору, он волен их принимать, не принимать. То есть градостроительный совет, это не обязательно. Но это профессиональное. Вот о каком профессионализме можно говорить, когда там практически нет профессионалов раз-два и пчелся? Какой же это профессиональный совет? Нет. Ну, и с другой стороны, и даже, это самое, вот, пожалуйста, у нас сейчас какое-то получается, вообще не разбери, у нас сегодня архитектурой вообще в городе не занимаются профессионалы, потому что у нас, ну, вот так получается. То есть у нас сейчас, я не знаю, как в других областях, а в области архитектуры, у нас в ЗАГС-собрании, например, там комитет по городской архитектуре, там, естественно, нет ни одного архитектора, там электрики, там, я не знаю, кто они еще, вот они входят, кстати, в городской архитектуре, они занимаются, и их же, опять же, вот новый главный архитектор города, он, кстати, исполняющий обязанность, если губернатор до сих пор не подписал, наверное, он тоже в чем-то сомневается, вот, в профессионализме этого человека. Я не хочу его судить, я просто вот излагаю факты, ради бога, вот, но это, я просто знаю, что это креатура не губернатора, это креатура ЗАГС-собрания, ну, в данном случае, неважно, ЗАГС-собрания или агентство, вот, по нашему вопросу, это близнецы-братья, и ЗАГС-собрания, и агентство стратегического развития, это их человек, и, то есть, все решается в агентстве и в ЗАГС-собрании. И вот такая вот получается история, поэтому, да, поэтому, каков будет результат всего этого, то, что у вас сейчас делаются игры, разрабатывается новый генеральный план, очень трудно судить. Да это бог, чтобы все было на благо города. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Я напоминаю, вы смотрели программу в контексте эфир же информационного канала Севастополя продолжается. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»